Морозов Вячеслав Петрович, житель города Мелитополя, Запорожской области. Город оккупирован. Есть кадыровцы, чеченцы и русские войска. Кто из них шо, какую власть держит, непонятно, но исходя из полученных сведений от друзей, речь идет следующая. Бизнес уже поделили, чеченцы между собой. Удобрения с завода, товарищ охраняет завод, удобрения вывозятся на Россию. Станки, люди там в Мелитополе сладятся, производство, ремонт топливных насосов, ремонт распределителей тракторных. Это, эти станки, вывозятся ночью на машине в сторону Крыма, уходят. Комбайны? Комбайны, джиндиры, да, топа забирали, но их уже, они там, не помню где, но их уже по GPS-у понаходили. Да. Приехали в Кирилловку, курортный город, товарищ звонит, он живет в Акимовке, там 40 километров до Кирилловки. Сейчас началось сильное браконьерство. Говорит, проехали по дворам, позабирали все сети, спалили. Вышли в море, предупредительный выстрел, катер на берег, в сети, спалили. Там есть промоина, пеленгаз заходит на нерест, в этот, в лиман. Там целая куча сетей, но дошло до того, что уже, говорит, вот таких камбалят вылавливали, камбалы, и, говорит, вот таких карандашей пеленгаза. Это нельзя делать. Говорит, если это не остановить, 6 лет в море рыбы не будет толком. Это они, говорит, остановили. Опять вот. Ну вот, скажем, как они ведут такую политику. В городе гуманитарная катастрофа. Во-первых, АТБ не работает. Большие супермаркеты не работают. Продукты привозят, да. Но привозят с Крыма. Продукты очень на рынке. Цены. Сахар был 90, по 120. Значит, первый раз 120, потом 90, потом, правда, упал 85. 5 и до 65 упал. До 65 последняя цена сахара. Это даже не килограмма, патчечка с Крымом. Потом, значит, лекарств нет. Вот именно таких лекарств, которые, допустим, нет для щитовидки, не на лекарства специфических, я не могу без них жить. Мне надо каждый день принимать таблетки. Этих нет. Вот из Крыма привозят, а вот этих лекарств нет. И некоторых сердечных нет лекарств. То есть людям хоть даже с умирать. И нет денег. Они на карточку приходят. Ащадбанк. Ащадбанк. Ащадбанк вообще не работает с первого дня войны. Со второго. Приватбанк есть. Но очереди очень большие. По 2 часа, по 2 тысячи дают. Но люди могут записываться. Мы записались на первое, а в 18-го таком нужно получить. Денег нет. За что лупать людям, за что жить, непонятно. Пенсионеры пенсию получить не могут. Еще и обокрали на той неделе почту. Почту сестра говорила. Вроде бы обокрали. Ащадбанк деньги перестал. А эти места есть. Для пенсионеров. Обокрали деньги. Теперь люди без еды, будем говорить, без лекарств, без денег. Деньги-то есть уже на карточке. У людей, у многих есть. Ну а сейчас же банк в основном у нас там. Приват я сейчас. Но получить не можем. Выкрадает. Бывает, я не слышала. Но выкрадает, да. Бывших сотрудников МВД, те, которые ранее были, скажем, отдел по борьбе с организованной преступностью, начальники воротделов, бывшие, их находят, вычисляют, с дому забирают, привозят в их ФСБ, разговаривают. Мэра нашего Федорова, уворовали, вернули. Директоров в школу. Хотели уже, чтобы 1 апреля дети пошли в школу. Но учились по ихним, по российским, как бы, по ихним, как сказать, незаконным, по ихним программам. Да. Ну и директора собрались, все написали заявление об уходе. Когда они, 4, по-моему, или 3 или 4 директора, информация разная, кто 3, говорит, кто 4, забрали, вроде бы, пропаганду с ними, работу ввели. Потом они не согласились, их вывезли за 20 метров от города, они пешком ушли домой. И Федор быстренько оттуда забрал, вот этих, которых он изучили. Висят памятник Ленина поставили, сестра, Валя Гаврила поставили, где-то поставили, да, поставили, еще удивляюсь, зачем они поставили. А фалтваги с 25-го, вот они начали обстрелы, к нам зашли, в Украину пообстреляли, и флаги сразу поставили, флаги до сих пор у нас в управлении. Отношения русских военных я разговаривал не с одним, кто с Дона, кто с Сибири, кто с Вологды. Разговаривал хлопчик, ну, не 19-20 лет, он вообще не может понять, что он сюда пришел. Ну, ему сказали, фас, он выполняет команду, так же, как любому из нас скажут, и идет в армию. Я, сказали, в Украине, значит, пришел. К другому, он, говорит, отец, веришь, не веришь, вот на мне, говорит, боевой комплект полностью. Еще, говорит, ни одной пули не выпустил, ни в русскую машину, говорит, ни в русских граждан, ни в русского солдата. Я, говорит, понимаю, что это война, украинских, да. Я, говорит, понимаю, эта война, она, говорит, лупая. Но, говорит, у нас приказ, раз, говорит, не удается договориться, говорит, по-нормальному, ну, что же, говорит, приходится идти на крайние меры. Они сказали, что мы защищаем вас от нацистов, а мы говорим, что у нас нет нацистов, мы живем прекрасно. Бабушки сказали нашей, потерпи бабушка, потерпите, скоро вы вообще, как бы вы тут, мы вас освободили от всего этого, от нацистов, всех от нас останется бабушка. У товарища, друг институтский, живет в Анапе, звонит, ну не, хорошо, дружок, звонит сюда, ему говорит, Калек, наконец-то вы, говорит, хотя бы поедите чистого, нормального хлеба, говорит, вдоволь, и попьете, говорит, чистой воды. Он говорит, ты что, гонишь, говорит, какая чистая вода, приезжай сюда, я, говорит, накормлю тебя, тебе еще дам, и твоей семье, говорит, накормлю с собой еще дам. А вот у них такая пропаганда идет, что тут в Украине голод, хаос, и тут вот чутоба. Морально очень тяжело, я не могу находиться, раз, я могу, давай, давай. Просто опасаемся того, что если украинские войска будут отбивать, то это будет Мариуполь. Возможно, это будет Мариуполь. Потому что и Мелитополь вот так не живет. Это ворота в Крым. Это ворота в Крым, это в город полностью готовый, заходи и начинай работать. Там все есть. Плюс еще, и город. Сейчас Данильченко там у нас, есть такая Данильченко, она сейчас, они выдвинули ее, Галина Данильченко, если слышали, выдвинули место Федорова. Поэтому она там руководит. И когда Федорова отправляют комвой из Запорожья, то комвои не доходят. Они приходят, автобусы, одни их забирают, и потом себе на продажу там выставляют что-то, а в Данильченко они доходят. Это уже под видом, вот, Россия, Россия. А вот такие открыли автономность, уже в прозрачную правду. Мы не видим вот этого. Продолжение следует...